Королевная «Только нас обошел своей милостью!» «Не ропщи!» — уговаривал ее король. «А надейся, да молись! А вось Господь услышит наши молитвы!» Господь точно услышал. Не прошло и года после этого разговора, как у них родилась королевна. Радостям! А на радостях перам не было конца. Все королевство пело, плясало, ликовало, и поздравляло друг друга с исполнением заветного желания. Но на прочное счастье в этом мире никто не надейся. Сначала король с королевой только любовались своей красавицей королевной, но, наконец, волей-неволей пришлось им заметить, что красавица королевна чрезвычайно своенравна и требовательна, вечно заботится о себе и никогда не помышляет о других, прелестно поет и танцует, когда бывает весела, и по своему благоусмотрению заставляет петь и танцевать других, ничуть не справляясь с их расположением духа. Однажды поздно вечеру добрый старый король долго ходил озабоченный взад и вперед по своему спальному покою. Добрый старый королеве тоже, по-видимому, что-то сгрустнулось, и она сидела машинально расправляя и разглядывая золотое шитье своей мантии. Во дворце уже все стихло, и они были наедине. Наконец, добрый старый король остановился перед доброй старой королевой и сказал ей, «Ты знаешь, она съела сегодня все мои пирожки», на что добрая старая королева отвечала ему, «Она выпила до последней капли мой сироп, а она вертела трещоткой, когда я засыпал, свистала в дудку, когда у меня болели зубы». Они поглядели друг на друга. «Надо обратить на это внимание», сказал добрый старый король, скрещивая руки на груди. «Непременно надо», подтвердила добрая старая королева, складывая руки на желудки, «и исправить ее, и исправить. Самое лучшее средство лишить ее завтра пирожков и сиропа, отнять трещотку и дудку. Это заставит ее понять, что она должна нас почитать и любить, нам угождать и нас утешать». Порешив это дело, добрые старые король и королева успокоились, помолились Богу, легли почивать и уснули. Но не так-то все легко делается, как предполагается. Когда на другой день подали пирожки и добрые старые король и королева, скрепив сердце, отстранили от золотого блюда ручки королевны, королевна заколотила кулачками по столу, затопала ножками, подняла такой крик, что оглушила доброго старого короля на правое, а добрую старую королеву на левое ухо. «Я! Я! Я!» разносилась по всему дворцу, по дворцовому саду и даже по окружным лесам и полям. «Я! Я! Я!» Это я значила. Я единственное, первое и главное лицо. Мне одной подобает всякая честь, поклонение и утеха. Все обязаны мне прислуживать и угождать, все должны почитать за счастье, думать обо мне и заботиться. Но гнев королевы доходил до того, что язык у нее почти отнимался, и она ничего не в состоянии была выкрикнуть, кроме одного «Я». Впрочем, Королевне на «Я» раскатывалось все голосистие да голосистие. Приближенные старались утешать добрых старых короля и королеву. «Ах, Ваше Величество!» говорили они. «Пословица гласит, что розы без шипов не бывают». «Да, да», отвечал добрый старый король, «но это плохое утешение, если бы хоть розы не были так мимолетны, или шипы хоть на некоторое время опадали». Добрая старая королева только вздыхала и гладила рукой золотое шитье своей мантии, как она всегда это делала в затруднительных обстоятельствах. Между тем, часы и дни, недели и месяцы и годы шли. «Я» так гремела, что не только все королевство, но и сами добрые старые короли-королевы, забыли прежнее имя своей красавицы-дочки, и никто иначе не величал ее, как королевна «Я». Мы уже сказали, что королевна «Я» была красавицей, и она это очень хорошо знала, потому что часто смотрела в зеркало. женихов у нее было столько, что хоть огород городи. Хотя мосты — масти, но она ни за кого не шла замуж и говорила. «Когда много былья в поле, то поглядеть, как оно волнуется и зеленеет, даже приятно. А возьмите одну былинку, она никуда не годится». Добрый старый король и королева пробовали ее склонить к замужеству. Нередко добрый старый король, походив зад и вперед по покоям, что всегда у него служило признаком душевного волнения, откашливался и мягко начинал. «Какой молодец Иван Королевич!» Добрая старая королева сейчас же спешила на подмогу и со вздохом замечала. «Золото, а не королевич!» «Королевной я не гугу, словно речь до нее и не касается». Добрый старый король опять начинал ходить взад и вперед по покою, опять откашливался и приступал уже порешительней. «Я бы желал с ним породниться!» «И я бы желала!» поддерживала добрая старая королева. «А я не желала, не желаю и желать не буду!» рубила как топором королевна я. И уж после этого настаивать было невозможно, иначе она начинала метаться и кружиться по покою, как в юго-популю, и на всю околицу гремела «Я, я, я!» Доброму старому королю оставалось только беречь от глухоты уцелевшее левое ухо, а доброй старой королевне – правое, а Ивану королевичу – потуживше, поплакавше, отъезжать во своясь. В один ненастный осенний вечер добрый старый король получил через гонца известие, что к нему спешит в гости новый жених для королевны «Я». Добрый старый король прочитал грамоту, бросил ее и махнул рукой. Добрый старый король не имел привычки отчаиваться. Напротив, он всегда надеялся на устранение всех напастей, и хотя прошлое давало полное право махнуть рукой, но он не махнул бы, не будь ненастной сырой погоды, которая дурно действовала на его подагру. Однако он, прихрамывая, пошел к своей доброй старой королеве и сказал ей, «К нам едет новый жених, новый Иван Королевич. Я не жду проку от этого посещения, но все-таки следует его принять согласно нашему сану и нашей славе». «Разумеется, надо», отвечала вздыхая добрая старая королева. «Я велю разыскать шесть шестиголовых гусей и подать их, нажаркуя к обеденному столу. Как ты думаешь, ведь это хорошо будет?» «Очень хорошо», отвечала добрая старая королева. «Потом я прикажу, ну, не надо спешить. Он, пожалуй, того и глядя нагрянет, но прежде всего пойдем подготовим и подать их. «Потом я прикажу, «Приветливых слов!» «Увидишь, что дело пойдет на лад», сказал он своей доброй старой королеве, когда надел ночной колпак, а она ночной чепец. — А шестиголовые гуси, ты не забыл распорядиться? — напомнила старая добрая королева. Иван Королевич пожаловал, и свидание обошлось как нельзя благополучнее. Королевна Я очаровательно с ним раскланялась и спросила о здоровье. — Я тебе говорил, — шепнул добрый старый король своей доброй старой королеве. Потом пошли они к обеденному столу, кушали шестиголовых гусей и всякие сласти, запивали разными питьями и винами, а откушивши сели на атласных подушках и начали беседовать. Доброму старому королю нетерпеливо хотелось уладить поскорее свадебное дело, и он украткой моргал своей доброй старой королеве, чтобы она как-нибудь половчее удалилась из покоя и оставила жениха с невестой объясниться между собой наедине. Но добрая старая королева была очень недогадлива, а главное — нерешительна. Она и видела, что ей моргают, и ей казалось, что это знак уйти. — А что, если это знак не уйти, а остаться? — брало ее вдруг сомнение. И она оставалась на своей атласной подушке в нерешимости. — Ах, какая чудесная звезда на небе сверкает! — сказала вдруг королевна Илья, обращая свои звездоподобные глаза на голубое небо, где ярко сияло солнце. — Вы хотите сказать «солнце»? — спросил Иван Королевич. — Нет, я хочу сказать «звезда», — отвечала королевна Илья. — Но ведь это солнце! — Нет, это звезда. — Помилуйте, звезда! Добрый старый король, видя, как повертывается дело, ужасно встревожился. Растерявшись, подбежал к Ивану Королевичу, дернул его за полу и шепнул. — Не беречьте, это пройдет! Но Иван Королевич не слыхал этого предостережения. Он с удивлением и горем долго глядел на королевну Я, у которой глаза сверкали, щеки горели, а устал, улыбались, и, наконец, проговорил. — Я не понимаю. — Это звезда! — высокомерно повторила королевна Я. — Это солнце! — Звезда! — Солнце! — Не беречьте! — почти крикнул добрый старый король. Но было уже поздно. Гроза разразилась, и эхо отдавало на разные лады. — Я, я, я! — Когда ураган, наконец, стих, то из одного угла послышались вздохи доброй старой королевы, а из другого — смущенные восклицания доброго старого короля. А из третьего — горький плач Ивана Королевича. Из четвертого угла, куда забилась королевна Я, ничего не было слышно. Добрый старый король хотел сказать слово утешения гостю и двинулся из своего угла, но Иван Королевич предупредил его. Он мужественно отер свои горькие глаза и, поклонившись доброму старому королю, поблагодарил его за ласковый прием и стал с ним прощаться. — Что же-то вы? Куда же вы? — заговорил добрый старый король. — Стоит ли из-за пусто размолвки? Ведь вы немного в чем-то и разошлись-то. — Как немного? — Ну да, ну она говорит звезда, а вы говорите солнце. Ну разница небольшая, потому что оба-то светят. Да и охота вам было спорить. Сказали бы вы ей, звезда, ну разве от этого бы вас убыло? И все было, обошлось благополучно. А теперь? Иван Королевич опять еще горьче заплакал, но опять мужественно отер свои горькие глаза и распрощался с добрым королем. — Не послать ли вернуть его? — сказал он. — Которого следовало бы засмолить в бочке. А точно ли он уехал? Прикажите обследовать все королевство. Если он где-нибудь отыщется, немедленно выпроводить его за границей наших владений. Королевна Я быстро вышла в сад, начала прогуливаться и стала напевать какую-то веселую песенку. — Как хорошо жить на свете, — говорила она, и говорила именно потому, что ей в эту минуту жить было худо. Да, ей было как-то не по себе. Она совершенно не могла придумать, почему, но так было. Утро было тихое и ясное. Птички щебетали. Цветы благоухали. Все имело какой-то праздничный вид. Все дышало жизнью, силой, все ликовало, начиная от бледно-розовых цветов, осыпавших яблоней, до шелестящей темной листвы, раскидистых старых дубов, от жаворонка, взвивавшегося в глубом воздухе, до крупного белого гуся, который кружился по озеру от одного берега к другому, словно затруднялся, которому отдать предпочтение, от солнечного луча до сверкающих быстрых волн. Но королевна Я не ликовала, далеко нет. Она чувствовала какое-то непонятное беспокойство, а какую-то необъяснимую тревогу и недовольство собою. «Что со мной?» — задавала она себе вопрос и удовлетворительного ответа не находила. Промучившись некоторое не особенно долгое время над этим вопросом и не решив его, она вдруг вспыхнула гневом и решила во что бы то ни было положить конец такому необыкновенному и такому невыносимому для нее состоянию духа. Она взялась за дело своим обычным порядком, то есть стала искать успокоения в том, чтобы кого-нибудь повергнуть в прах, затоптать или что-нибудь испортить, разрушить. Она, как бешеный поток, пустилась вперед, сокрушая цветы, ломая молодые отпрыски деревьев, пугая птиц и приводя в ужас всех, кто встречался с нею или до кого издали долетал ее голос. Одним словом, еще не было видано в мире королевны, которая поднимала бы такой гам, производила бы столько изъяну и так пугала людей, и так огорчала родителей. А главное — это то, что все это неистовство немало ее не облегчало. Внутреннее недовольство, которое ее так возмущало, не отставало от нее ни на минуту и тихо и глухо, упорно точило да точило ее. Королевну я очень часто сравнивали с розой. Ну, вообразите себе этот нежный цветок. Если бы все шипы куста, на котором он цветет, обратились бы на него и впились в его нежную чашечку. И это даст вам некоторое понятие о том, какое беспокойное и тошное недовольство и тревога все глубже и глубже входили в сердце королевны я. Доведенная до отчаяния, она побежала, как безумная, куда глаза глядят. Все восхищались ее несравненной легкостью, и ей блеснула надежда, что такая тяжелая тревога не поспеет за ней. И она бежала и бежала, бежала, пока не добежала до громадного дремучего леса. Сердце ее было до того неспокойно, а ум до того поглощен разгадыванием непонятной, овладевшей ею тревожной тоски, что она даже не обратила внимания, лес перед нею или поле, и устремилась в чащу. Она пыталась и тут бежать, но так как деревья, стоявшие почти сплошной стеной, заграждали ей путь, то она прыгала, скакала, то громко смеялась, то во весь голос спела и вскрикивала. «Что за вздор? Какая у меня тоска? Откуда? Мне весело, весело! Прочь всякая тоска, прочь всякая тревога! Я прогоню их, как глупых ворон!» И она махала руками и трясла своей прекрасной кудрявой головкой. «Но есть ощущения и мысли, которые, вопреки всему, к нам привязывают». Совершенно заблудилась в лесу и не могла из него выбраться. Тогда она заметила, что лес этот вдруг потемнел и вдруг сделался угрюм и мрачен, как лицо человека, которого вдруг поразила нехорошая мысль. Прекрасные глаза королевны Я растерянно наблюдали, как со всех сторон все более и более сгущались тени. Отовсюду неслись какие-то тихие зловещие звуки, от которых страшно ныло и замирало ее сердце. Она все пробиралась вперед, лихорадочно раздвигая косматые ветви, но вдруг очутилась в такой непроницаемой гущине, что вынуждена была остановиться. Удивленная, испуганная, она глянула вперед, глянула назад, направо, налево и не увидела нигде ни малейшего просвета. Обширный дремучий лес поистине имел в себе что-то грозное. Куда ни обрати глаза, везде воздвигаются черноватые громадные стволы и зеленые массы непроницаемой листвы. Куда ни пытайся двинуться, отовсюду протягиваются ветви, которые хлещут в лицо, иглистые кусты, которые впиваются в тело, колючие терновники, которые словно ключами рвут одежду, колеблющиеся над головой гирлянды зелени, которые цепляются за волосы. Беспрестанно приходилось спотыкаться на повалившиеся деревья, а скрывавшие их гордовины, хмель и другие ползучие и вьющиеся растения опутывали ноги, словно цепи или змеи, и тянули назад. И все это, казалось, спрашивает с угрожающим видом, «Зачем вы сюда зашли? Что вам тут надо?» Королевна, я ничего не могла ответить, разве только то, что зашла сюда сама, не зная, каким образом, и что теперь измученная и обессильная не имела сил отсюда выбраться. Она упала на землю, усланную обломками сухого дерева, схватила себя руками за голову и громко зарыдала. Случилось, что неподалеку проходил веселый юноша, который отыскивал в лесу прямую крушиновую ветку на трость. Шапка на бекрень, охапка крушины под мышкой, весело насвистывая песенку и в такт, помахивая гибкой веточкой, он пробирался по тропинке, возвращаясь домой, как вдруг услыхал громкое отчаянное рыдание. «Кто это мог бы тут рыдать?» — сказал он. «И путеводимый раздирающими душу звуками, он направился в чащу и проник до местечка, где лежала королевна Я». «Что с тобой, красная девица?» — спросил он, просовывая сквозь листву свое доброе круглое лицо, очерченное как географическая карта населенной страны, которое он приобрел, спеша на рыдание. «Что с тобой? Кто тебя обидел?» Первый раз в жизни надменной королевне пришлось услыхать предположение, что ее, королевну Я, может кто-нибудь обидеть. Но, тем не менее, слова простодушного юноши не раздражили ее, а скорее тронули. Она хотела ему что-то ответить, быть может, попросить, чтобы он вывел на дорогу ее, но к ужасу, она ничего не могла выговорить, кроме своего несчастного Я. «Я, я, я!» — разнеслось по темному лесу. «Я, я!» «Да что такое ты?» — добивался юноша. «Полно так сокрушаться. Может, твое дело не совсем еще пропало?» Она опять пыталась что-то сказать, но из ее уст опять вылетало только одно отчаянное... «Я, я, я!» Бился, бился добрый юноша, наконец выбился из сил и оставил рыдающую королевну. Она снова очутилась одна. Ее тревога, тоска и страх удвоились, и она еще громче отчаяния принялась рыдать. Часы проходили, и лес все больше... Застонала королевна, ломая руки в бессильном отчаянии. Знахарь строго на нее посмотрел. «Кто тебя обидел, девушка?» — повторил он, возвышая голос. «Я, я, я!» Злополучная королевна не могла произнести другого слова, кроме своего рокового «я». Знахарь постоял несколько минут, посмотрел на нее и удалился, бросив ей на прощание. «На себе ищи!» Королевна осталась одна. Она до того была измучена. Она уже не имела сил рыдать. Она прижалась лицом к земле, и ей казалось, что сердце разбилось у нее в груди. День, между тем, склонился к вечеру. В лесу сделалось не только темно, а и черно. И, попадив и вдруг в чащу, мы, наверное, подумали бы, что вам кто-то нахлобучил шапку на глаза. Тим была непроглядная. И все затихло, замолкло. Только чуть-чуть шелестела листва, да время от времени трещала где-нибудь сухая ветка, падая с дерева. Затем наступило прежнее безмолвие, которое казалось еще страшнее. — Королевна Я! — собрала последние силы и приподнялась. — Что за страшный мрак! — хотела она всквикнуть, но вместо этих слов у нее вырвалось одно «Я! Я!» — кричала она, заливаясь горькими слезами. И вдруг со всех сторон издалека и изблизко раздалось повторяемое на разные тона и лады странными насмешливыми голосами то же дикое «Я!». Она обезумела от ужаса. Она упала на колени и стиснув руки, дрожа с ног до головы, так и осталась. «Я!» — все разносилось, раскатывалось, гремела, ракотала, пела и вишала. Казалось, вся природа перекликалась этим страшным словом. Начинала я замирать поблизости, я отдавалась в отдалении и ходила по лесу на разные голоса одно другого зловещее. Бедной королевне чудилось, что у нее в ушках гудит какой-то колокол. Красные точки и полосы, молнии засновали у нее перед глазами, и она лишилась чувств. Она, разумеется, не знала, сколько именно времени длилось это беспамятство. Когда она пришла в чувство, ей казалось, что она погружена в дремоту, что все кругом тихо и свежо, и что великолепная ночь ласкает ее своей мягкостью. С невыразимым наслаждением она вдыхала запах лесной фиалки, хранившейся во мху. Вот заблагогухали где-то и цветки шиповника. Эти легкие ароматы казались ей чем-то вроде дружеских голосов, которые ее оживляли и ободряли. Сердце ее как-то чудно расширялось и ныло. И вот из глаз ее полились тихие обильные слезы. Эти слезы совсем не были похожи на прежние. Такими она отроду не плакивала. Они действовали на нее, как теплый майский дождь, назахеревший луговой цветок. В груди ее тоже развертывался какой-то цветок. И развертывался быстро. Все лепестки его начинали трепетать жизнью. Все волоконцы тихо волновались и вздрагивали. Тут она впала в забытье, похожее на глубокий сон. Королевну, как и всякого, кто очутился бы в лесу на утренней заре, разбудил солнечный луч. Она встала и с улыбкой огляделась кругом. Странная это была улыбка. И странно она преображала лицо королевны. Не то чтобы улыбка была веселая, она скорее была грустная. А между тем чуялось, что чье лицо ею озаряется, то и нечего очень-то жить. А что за превращение свершилось с лесом? Веселый трепет понесся по кустарникам, проник в освеженную ночной росой листву, наполнил воздух тихим шелестом, разбудил разноголосное пение, щебетание и заставил дрогнуть все тихие и звонкие ноты ликующего весеннего утра. Королевна тихо пробиралась по лесу, и как хорошо было теперь по нем пробираться. Нельзя сказать, что это не было сопряжено с затруднениями. То и дело приходилось останавливаться и долго раздвигать ветви, и расплетать травы, пока проложишь себе дорожку. Но ведь под движущимися зелеными лесными сводами, между зелеными шелестящими лесными стенами, было так свежо и прохладно. Ветви скорее обнимали, чем задевали. Даже шипы и колючки, казалось, для того только и давали себя знать, чтобы вы приостановились, еще раз обернулись и ответили улыбкой на это шаловливое о себе напоминание. В глубокой задумчивости дошла королевна до лесной опушки и остановилась. Она только что припомнила и перебирала все свое прошедшее. Перед ней умеркали целые вереницы огорченных лиц, которых она когда-то угощала своим я. Когда-то, будто это было так давно, «Бедные», — думала королевна, «я постараюсь всех их вознаградить за претерпенные огорчения, утешить. А что, если найдутся такие, которые до того глубоко огорчились, что их ничем уже не вознаградишь, ничем не утешишь?» От этой мысли сердце у нее страшно замерло, и вот тут-то она и остановилась, тоскливо обратив глаза на дорогу, что велась от опушки по чистому широкому полю. Она чувствовала, что, обратись на нее теперь один взгляд печального упрека, это для нее будет тошнее всех смертей. Однако оставаться на месте во всяком случае было непригодно, и королевна, скрипя сердце, отправилась дальше по дороге к дому. Скоро она увидала знакомые окна, позлощенные утренними лучами, цветущие яблони в саду, большой полузасохший дуб, оплетенный цепкими гирляндами смеля, замшившуюся окраину брошенного колодца, старый куст жасмина, обвившего решетчатую калитку. Вот она остановилась. Кто мог подумать, что все эти неодушевленные предметы когда-нибудь заставят так сильно забиться ее сердце? Тихо и смиренно вошла она в свой дворец. Все было безмолвно в покоях. Добрый старый розовый король и добрая старая розовая королева сидели друг против друга, и лица их представляли одно перекрещивание и пересечение жалобных морщинок. «Бедные!» подумала королевна, глядя на них издали и не зная, как лучше подойти. Но на помощи тутчас же явились ловкие придворные, которые мигом уладили дело. Один самый ловкий решил, что радостное известие о возвращении королевны следует передать не иначе, как ползком, а другие послушались и поползли. И тут он перескочил через их головы, одним прыжком очутился перед их величествами и, проливая слезы умиления, доложил о счастливом событии. Добрый старый король со своей доброй старой королевой сначала заплакали, а потом захлопали в ладоши, расцеловали свою красавицу королевну, тотчас же повелели устроить великолепный шипир и к обеденному столу подать на жаркое уже не шестиголовых, а двенадцатиголовых гусей. Во время пира, видя, что королевна сидит очень тиха и молчалива, добрый старый король окончил поскорее двенадцатиголового гуся, вытерся золотошитой салфеткой, расправил усы и сказал ей, указывая на ярко сиявшее солнце, «Посмотри, как славно блестит звездочка!» «Ах, не затрепыхался ли это съеденный им двенадцатиголовый гусь?» Добрая старая королева от испуга начала затягивать ленты своего чипца и пролила на скатерть сладкое питье. Но ничего подобного не случилось. Королевна умолкла и по-прежнему сидела тихо и смирно. Добрый старый король не доверял чуду и решился сделать еще испытание. «Какое яркое солнце!» сказал он, несколько заикаясь. «Да», ответила ему королевна, «яркое солнце!» После этого благополучного испытания добрый старый король заплакал от радости. Затем, несколько успокоившись и высморкавшись, он сказал, «Это просто было колдовство, злые чары! Теперь это перешло на бедного Ивана». Продолжение следует...